Здравствуйте! Сегодня я хочу сделать разбор матрицы девочки 12.03.2021 года рождения. Два годика. Что такое матрица, ссылка под видео. Как и что в ней устроено, там тоже. Потом, что такое чакры, там тоже. Все есть, ссылки под видео. Отдельные ролики целые. Не будем на это тратить время. Скажу только, что здесь вот эта линия, это линия земного плана, материальных благ. Это здоровье, это машины-квартиры, это работа, бизнес и так далее. То есть все, что касается того, что можно потрогать руками. Здесь все, что касается того, что руками не потрогаешь. Это самооценка, это умственное развитие, это духовное развитие, это таланты. Ну, таланты, правда, во всех имеются. Но здесь имеется в виду, что все, что касается чувств, ощущений, оценок и прочих духовных направлений, эмоций, энергий. Двенадцатая энергия, день рождения, с этого начинается все. Это двенадцатая, это очень мягкая энергия, это энергия служения людям. Вот, это энергия новаторская такая, очень изобретательная, это очень добрая, открытая, это креативность такая, как бы изобретательность. Да, всегда придумает что-нибудь, что сделать, чтобы найти выход. Вот, это дисциплинированность, это чувствительность такая, очень мягкая энергия, добрая. Ну, у нее есть такой недостаток. Это здесь тонкая грань между служением людям и превратиться самой в жертву. Вот, в чем разница, если даешь другим людям, служишь, да, делишься с ними чем-то своим, значит, чем-то, тем, что у тебя есть, да, помогаешь людям, то нужно помогать ровно столько, чтобы самой потом не обижаться. То есть, этот человек будет иметь такую привычку, ему будет нравиться, помогать людям, делать добро, но будет, причем тогда, когда ее не просят, да, вот просто сама увидела, что там кому-то тяжело, она взяла и помогла. Но проблема в том, что она ждет за это благодарности, а благодарности не будет, потому что в этом суть этой двенадцатой энергии. И когда она в минусе, то есть, если вы даете что-то, то вам не нужно ждать благодарности. Или давай и распрощайся с этим, и не жди за это ничего, или не давай. Вот так стоит дело. То есть, это вот, может быть, например, на работе, да, решила взять работу домой. Думая, рассчитывая на то, что, да, начальник оценит, что ты сделала работу ночью, сидела там, да, до самой ночи глубокая, делала работу, принесла, сказала, вот, я уже сделала, держите. И он скажет спасибо, выпишет премию или повысит в должности. Так вот, не выпишет премию, не повысит должности и даже не заметит, что ты ее сделала. Вот так вот будет. Поэтому не нужно. Если вас не просили, если вам не поручили, если вам не пообещали, что за это повысят вас или дадут премию, значит, не берите и не делайте. Потому что в чем проблема? Не в том, что жалко, да, сделала, тебя не оценили. А в том, что ты начнешь обижаться потом на людей за то, что они тебя не оценили. И вот тут наступает минус, потому что обида – это уже минус. То есть двенадцатая энергия уходит в минус. В плюсе, когда она помогает, но в минусе, когда она начинает обижаться на кого-то. То есть она чувствует себя жертвой, которую использовали и не оценили. Встает вопрос, а тебя просили? Тебя не просили. Но двенадцатая энергия этого не замечает. Поэтому этой девочке нужно прямо с детства сказать, что если тебя о чем-то не просят, ты этого не делай. Потому что это может навредить ей. Она может потом жалеть о том, что она это сделала. Она отдаст последнюю рубашку с себя. Она сделает сверхурочную работу. И никто этого не заметит. Поэтому она должна помогать людям. Двенадцатая энергия этого хочет. Но она должна помогать только от изобилия. От того, что у нее много и есть лишнее. И она может просто отдать и не ждать за это благодарности. Вот тогда эта энергия будет в плюсе. А благодарность придет ей свыше. С другой стороны, от каких-то других людей. Ей вдруг придет какой-то подарок. Неожиданно какой-то счет. Или еще что-нибудь. Или ее отблагодарят, сделав ей какую-то услугу тоже. И скажут, денег не надо. Кто-то поможет ей. И так далее. То есть вот таким образом будут приходить в ответ, если она делает не за то, что ее отблагодарят. А просто так. Кроме этого, двенадцатой энергии нужно уметь говорить нет. Вот если ее... У нее тоже эта проблема. Если ее будут просить что-то сделать, а она знает, что если она это сделает, ей это будет плохо от этого. То есть она себе этим навредит. Что-то будет нехорошо для нее. Или она в убытке будет, потом пожалеет. Или она слишком устанет. Или еще что-то. И ей от этого будет плохо. Она должна уметь сказать нет. Нет, я вам не помогу. Я не могу это сделать, потому что мне от этого будет нехорошо. Все. Отказывать надо уметь. И еще, если она где-то что-то продает, работа ее такая, или ставит цену за свою работу, ей нужно знать, что если она поставила такую-то цену, хочет взять столько денег за свою работу или там за свой товар, она может уступить, но она должна чувствовать, спрашивать у себя, а не будет ли ей обидно, если она уступит так много. То есть уступить можно столько, чтобы не было обидно. Потому что если ты продала что-то по цене ниже, чем хотела, или услугу какую-то сделала, или устроилась на работу, на зарплату меньше, чем ты хотела, такая работа тебе принесет вред. Потому что ты все время будешь чувствовать себя жертвой, что тебя используют, но ты мало за это зарабатываешь. Поэтому 12 энергия это служение людям или жертва. Два варианта. Грань очень тонкая. И нужно очень внимательно прислушиваться к себе, к тому, как ты чувствуешь, что ты чувствуешь, когда ты что-то делаешь для людей. Но делать для людей ей надо. И многое надо делать бесплатно. Но только в том случае, если она, у нее то, что она делает, много, чтобы она не чувствовала себя обиженной. Это 12 энергия. Вот такая вот добрая, очень услужливая, очень помогающая, но потом она на всех обижается, что никто ее не ценит. Вот это нужно иметь в виду. 16 энергия. Это энергия очень активная, очень хорошая, сильная. Это энергия такая, связанная с идеей. Если есть какая-то идея, то тут неиссякаемый источник энергии. Она будет эту идею воплощать в жизнь с огромной радостью. У нее будет полно сил для этого и эмоций, и таланта. Она все сюда приложит, если она загорится какой-то идеей. Потому что 16 энергия – это еще такая созидательная энергия и энергия, которой очень много разных идей. Вот она все время… Это генератор идей, который вдохновляется все время и куда-то несется. Но здесь есть тоже одна опасность, что этот человек может уйти в какую-нибудь веру, в секту или еще куда-нибудь. То есть ее могут заразить плохой идеей какой-нибудь и увлечь куда-то. В какую-то партию вступить, может это в социальных, например, или может в какую-то секту религиозную вступить тоже. Там тоже есть своя идея. Поэтому тут надо тоже так присматривать за ней, чтобы глупые идеи, которые могут ей навредить, а 12 энергия может пойти навстречу, чтобы помогать. Ее могут на жалость взять, надавить на жалость, что им очень надо, им нужна ее помощь, и она пойдет за ними. Поэтому тут тоже нужно быть очень осторожна. А десяточка – это вдохновение. Если тут идея какая-то, то здесь она этой идеей вдохновится, и тогда она может горы перевернуть. Вот настолько сильная здесь энергия, но она связана вся с такими чувствами, эмоциями и вдохновением. Человек очень эмоциональный, получается, у нас здесь. И 20 энергия – это род, это семья, это ясновидение, и дар ясновидения, и дар целительства может присутствовать. Если учесть, что вот тут эта энергия присутствует как талант, то здесь она как бы спит у нее, но она у нее уже есть. То есть для отношений с людьми она будет очень тонко чувствовать, ясновидеть людей и чувствовать вот целостность или целительством обладать. Вот что-то такое в ней может быть. И это род, это единение с родом. Она будет любить семью, она будет стараться помогать всем родственникам, но родственникам нужно очень внимательно следить за тем, чтобы не использовать ее и не сделать из нее жертву. То есть быть ей благодарным, если что-то она делает, и сами учите ее, чтобы она не делала ничего, если ее не просят. Вот прямо с детства этому учите. То есть потому что она все время сама будет хотеть всем помогать. Четверочка – это уже немножечко ее укрепляет, скажем так, потому что четверка – это император, это хозяин, это очень сильная энергия, мужская энергия, которая делает ее большим начальником, которая делает ее хозяйкой какой-то фирмы. То есть это авторитет, уважение, это хозяйственность, это приумножение, харизма, заботливость, спокойствие. такой вот сильный человек, властный, у которого в руках большая власть, но который при этом остается человеком понимающим и все правильно делающим для того, чтобы приумножить свое хозяйство, свою семью, свой род, все тащит домой, как говорится, вот такой вот заботливый. Это если энергия в плюсе. В минусе эта энергия у нас умеет быть наоборот. Или тираном, очень злым, жестким, сильно контролирует все, за всеми следит, за каждым шагом работников следит. Вот такая вот прямо жестокая энергия. Или наоборот, она может уйти в минус другой. То есть вообще ничего не делать, на все плюнуть, запустить, полный хаос, ничего не интересует, и все равно, что там будет. То есть все запустить, все забросить, все вот буквально ни на что не обращать внимания и говорить, что я ничего не могу, и только суетиться, суетиться без толку. Делать вид, что она что-то делает и ничего не делать на самом деле. Но это зона комфорта. Ей комфортно, когда она в авторитете, когда она хозяйка, когда она управляет чем-то. В общем, она должна иметь свой бизнес, чтобы чувствовать себя комфортно, когда вырастет. Вот эта вот девочка. То же самое говорят высшие силы. Они ей дают свыше, божественный дар такой ей идет. Это императрица. Это тот же самый император, только женщина, и поэтому помягче. Если здесь мужские энергии, то тут они женские. Женские энергии, это тоже авторитет, это тоже хозяйственность, приумножение, это харизма, очень привлекательная такая, но в то же время, это и заботливость, и ответственность, но в то же время, это еще плодородие. То есть она обязательно должна иметь детей. Она должна их воспитывать сама, именно воспитывать детей. И если вдруг у нее нет детей, что она не может родить, или еще по какой-то причине, она должна взять или из детского дома, или еще каких-то детей, может быть, работать в детском саду, может, еще что-то такое, но где она должна общаться с детьми, не просто поговорила и пошла, а именно их воспитывать, заниматься ими и так далее, уделять им время, именно заботиться, заботиться о детях, это третья энергия требует. Семерочка здесь, это движение, движение, колесница, колесо, это воин, это принимает вызов, не боится, без страха, вижу цель, не вижу препятствий, вот такая сильная, смелая энергия, которая двигает ее вперед. При этом 11 энергия, вот тут восприятие мира вокруг, она чувствует свою силу, она чувствует свой внутренний стержень, у нее мощный, сильный внутренний стержень, то есть этот человек непреклонный, если поставит что-то, какую-то цель перед собой, у нее очень сильный дух. И десяточка здесь, опять же, как и вот тут, у нее в голове и на уме, это то, что она живет по вдохновению, это колесо фортуны, это везунчик, человек, которому везет по жизни, но везет до тех пор, пока она не начинает на чем-то зацикливаться или упираться, напрягаться. Ей не нужно напрягаться, ей будет, у нее все будет получаться тогда хорошо, когда она не будет ставить задачу, заработать много денег, там, например, да, то есть деньги к ней будут идти сами, если она будет делать то, что ей нравится, то, что она делает вдохновение, то есть на что есть вдохновение, вот то приносит ей деньги. Если вдохновения нет, если не нравится работа, не нравится то, чем она занимается, она начнет сильно упираться, стараться, чтобы деньги шли, и тогда денег совсем не станет. Хотя здесь у нее девятка управляет этими деньгами, но десятая энергия, удача, это говорит о том, что просто удачей не станет, скажем так, ей не будет вести, если она начнет сильно упираться в чем-то и делать то, что не она хочет, а то, что ее просят, заставляют, родители советуют, да, иди учись вот туда, там выгоднее, большее будут платить, зарплата будет хорошая, а ей нравится идти в другое место учиться, чтобы работать по другому делу, а там мало платят, туда не надо идти, говорят родители, и она не идет, и после этого у нее, ее удача покидает, поэтому десяточки у нее, их аж две, как на материальном плане, так и на духовном, ее удача, ее успех зависит от того, что она это будет принимать, налегке все делать, десятка это колесо, это легкое колесо, легко катится, легкое на подъем, много энергии, много действия, и чтобы движение такое легкое, это в то же время, это идея, которая ее вдохновляет, вот да, и тогда у нее все хорошо, она оптимист, она общительная, и она добрая, вот такая вот десяточка у нас, да, и вот если у нее семерочка, это ее самооценка, то есть что она энергичная, подвижная, смелая, она так себя чувствует, что она принимает любой вызов, ей ничего не страшно, она принимает любой вызов, она идет вперед, вот такие у нее идеи, и когда она загорается какой-то идеей, и вот этот вызов принимает, у нее высокая самооценка, она знает, что она делает, она учится, она активно учится, учит других, воспринимает все, пятерочка любит соблюдать порядок, любит семью, и любит, чтобы все было в порядке, и у нее, у пятерочки есть недостаток, что она может не хотеть делиться своими знаниями, а пятерка должна сама учиться, и тут же учить других, она умеет получить знания, разложить их по полочкам, и дать другим так, что им становится все понятно, семерка в минусе, если, то это застой, это когда ничего не хочет делать, это полное, это страхи, и полная апатия, то есть полное отсутствие какого-то действия, ничего не хочу, никуда не пойду, ничего не буду делать, может быть агрессия и злость, а может быть наоборот полное безразличие, то есть или так, или так, эта энергия тоже очень сильная, это сила, она может либо быть очень сильной с точки зрения, буквально прямо морду набить, что называется, или может быть наоборот, быть бессильной и ленивой, и нерешительной, то же самое, как и семерка, и если нет вдохновения, то десятки нужно просто расслабиться и подождать, пока оно придет, без вдохновения, через силу из себя что-то вытаскивать, это бесполезно, только будет хуже, только еще дольше будет продолжаться застой, троечка, как я говорила, это как император, так и императрица, либо злоупотребляет властью, то есть всех контролирует, такой гиперконтроль, неряшливость может быть, скупость, высокомерие может быть, вот такое тоже проявляться, но я сразу могу сказать, что вот эти две энергии должны быть воплощены в жизнь, потому что если она не станет бизнес-леди или большим начальником на какой-то фирме, то она будет чувствовать себя все время неудовлетворенной, она не будет находить себе место, потому что это человек, который должен управлять другими людьми, должен быть авторитет, она должна, чтобы у нее самооценка была того, что она добилась чего-то в жизни, без этого ощущения у нее будет много проблем со здоровьем и со всем, то есть она будет страдать, если она себя не воплотит в жизнь, то есть не работать, быть домохозяйкой, ей нельзя, это точно, а если работать, то управлять своим бизнесом, это то, что ей обязательно надо, и пусть этот бизнес будет на службу людям, то есть то, что приносит людям пользу, дальше мы вот посмотрим еще, да, здесь у нее идет что еще, здесь пятерочка, здесь у нас пятнадцатая энергия, благодаря тому, что у нее есть стройка, она императрица, она хозяйка, она властная женщина, имеющая власть, через двенадцатую энергию, вот это служение людям, она обретает пятнадцатую энергию, пятнадцатая энергия, это энергия искушения, энергия, которая замечает в людях все плохое, всякую мелочь подмечает нечестных людей, подмечает корыстных, властных, то есть она замечает в людях плохие черты характера, очень легко, это пятнадцатая энергия, это ясновидение, она ясно, хорошо все видит, подмечает, и пятнадцатая энергия, это дьявол, это искуситель, это любит роскошь, это любит быть красивой, это она привлекает других людей, другой пол, она очень сексуальная и привлекательная, она их тянет как магнитом к себе, вот такое вот обаяние, очень сильное обаяние у этой энергии, и у этой энергии есть опасность, увлечения вредными привычками, все, что вредно, она может как бы любить, это может быть игромания, это может быть наркотики, это может быть курение, алкоголь, все, что угодно, все плохое, это все вполне может сюда тянуться, если в минусе, если в плюсе, она подмечает недостатки людей, и помогает им их исправить, в этом ее, в общем-то, задача, двадцатая энергия тоже ясновидение, и целительство, то есть она может подмечать недостатки в чертах характера, и помогать исцелять им души, да, она может, у нее много знаний, пятерочка, вот через свои знания, она обретает еще больше ясновидения, и целительства, и вот это вместе говорит о том, что у нее есть такой талант, талант ясновидения, но причем она видит именно плохое, она легко подмечает недостатки людей, ее задача, если пятнадцатая энергия в плюсе, это им помогать исправлять недостатки, быть их учителем, научить, показать, разобраться, исцелить их душу, потому что вот это целитель, но здесь вопрос души больше идет, да, больше то, что у людей какие-то плохие черты характера, какие-то проблемы есть, и она это подмечает, она им помогает исправиться, в минусе она может шантажировать людей, потому что она знает, что у них есть плохого, и знает, как их держать за причинное место, и в минусе она может манипулировать людьми, использовать их для своей выгоды, делать так, что все будут у нее на поводу, причем при этом она еще может в это время жаловаться на свою жизнь, и говорить, что ее обидели, обижаться на всех еще, через вот эти обиды, она может манипулировать людьми тоже, как вариант, поэтому вот тут вот нужно это смотреть, у нее очень тонкая, тонкий взгляд, наблюдательность, она ясновидящая, у нее здесь 20, здесь 20 и 15, эти энергии говорят о том, что она ясно видит людей, либо ясновидение, прямо как экстрасенсорика, либо просто очень тонкая, сильная интуиция, подмечающая вот такие моменты, дальше у нас идет восьмерочка, восьмерочка это закон, это правосудие, это честность, это справедливость, это понимать причинно-следственные связи, то есть вот это, что она подмечает недостатки, она знает, почему это происходит, и как это исправить, то есть откуда ноги растут, и к чему это приведет, она уже вперед знает, чем это может закончиться для человека, поэтому вот эта восьмерочка, она такая, что она все понимает, с чем может плохим кончиться, то, что она видит плохого в людях, и она может им помогать исправляться, но это в том случае, если она в плюсе, если она в минусе будет восьмерка, она будет всем врать, она будет обманывать, хитрить, использовать, и манипулировать людей, вот, нарушать закон, то, что я говорила, 15 энергия, если пойдет в минус, она ее начнет искушать к тому, чтобы она нарушала закон, вела себя агрессивно, не углублялась в суть дела, а наоборот, все это поверхностно, как попало, обращалась к людям, но здесь это все в подарках, это все в плюсе, оно должно быть все хорошо, единственная в чем проблема, это то, что мы сами умеем все перевести вплохо, а дается свыше вот это все, это дается как подарок, это дается как хорошо, умение для того, чтобы помогать людям, умение для того, чтобы соблюдать закон, быть честной и справедливой, и тогда через 16 энергию, которая здесь есть у нее, здесь еще раз усиливается, вот эти вот идеи ее, идейность, да, генератор идей, который создает что-то, все время придумывает, придумывает, что сделать, и куда это внедрить, как из этого что-то создать, потому что 16 энергия, это как строитель в плюсе, да, она из камешков собирает, из кирпичиков целый дом, то есть она умеет из мелочей, она умеет увидеть мелочи в людях, да, и создать целую теорию, и знает, как это применить, куда, и это приводит к тому, что ее любят люди, и она любит людей, но это если она помогает, и она им служит, 12 энергия служит, а шестерка дает ей любовь, шестерка это любовь, это праздники, это хорошее настроение, это подготовка к празднику, и это все вот честно, справедливо, открыто и хорошо, в минусе шестерка, она не любит людей, она их использует, она их шантажирует, или манипулирует ими, да, вот эта вот энергия, она все разрушает в минусе, а восьмерка нарушает все законы, то есть эти энергии, если начать нарушать вот закон, действует все неправильно, нечестно всем врать, то шестнадцатая энергия рушит ее жизнь, ее ненавидят люди, она ненавидит людей, то есть вот к этому приводит все, что можно попасть и за решетку, хотя здесь нет 22 энергии, и тюрьмы здесь нет, то есть свободы ее не лишают, но здесь можно очень напороться на то, что ее все не любят, после того, как она все это вот делает в минусе, поэтому надо следить за тем, чтобы она шла в плюсе, чтобы она понимала, что закон надо соблюдать, и что то, что ты видишь в людях, нужно людям помогать, и вот эта помощь ей, да, пойдет на пользу, такая очень, здесь такая матрица, очень, очень много в судьбе этой девочки зависит от воспитания, вот так можно сказать, да, если не уследить, она может очень легко пойти по плохой дорожке, да, чтобы потом ее уже не исправить, а если ее учить правильно, то, как себя вести, то тогда из нее вырастет очень способный человек, вот очень похоже, как очень тонкий психолог может быть, очень тонкий психолог, который видит, чувствует людей, и она вот прям буквально спасает их души, она строит их жизнь, если в плюсе, а если в минусе, она ее разрушает, это или психолог, или экстрасенс, пожалуйста, да, и человек, который имеет собственный бизнес, свой кабинет, да, вот так вот, вот это дары, которые ей даны, и когда она приходит к 40 годам, здесь уже начинает работать карма, и она будет ей применять что? Она будет проверять ее знания, насколько она сама учится, чему-то постоянно учиться надо, здесь немножко это дана, пятерка, но здесь вот получается, что будет спрос такой, что ей надо учиться, но она не будет хотеть это делать, потому что это в минусе, девятка, это будут глупые поступки, это будет уйти в себя, закрыться, ненавижу всех людей, вот да, то, что я говорила, здесь люди любят, и она любит людей, или она всех людей не любит, и ненавидит, и не хочет с ними общаться, потому что все дурные, одна я умная, девятка очень умная, это действительно мудрость, это опыт прошлых жизней, но здесь это будет проверяться, на то, как она это применяет в своей жизни, и тогда таланты ее будут подавляться, то есть она не захочет проявлять свои таланты, она уйдет в минус, то есть она будет бездействовать, она станет грубой, жесткой, не знать меры будет, знаете, такая вот, или слишком черствая, и жадная, обидчивая, или ранимая, капризная, да, или грубая, неуверенная в себе, вот такая вот энергия, еще и вот такая, зацикленная на деньгах, на материальном, здесь как раз еще вот эта вот линия, как я говорила, материальных благ, да, вот от этого канала зависит, энергетического канала, зависит то, как она будет жить на материальном плане, то есть машины, квартиры, здоровье, работа, бизнес, будет он прибыльный, деньги будут идти, или не будут идти, все зависит вот тут, и здесь ее будет проверка, то есть с 35 лет начнет уже вот карма, всякого рода козни строить, то есть нужно будет учиться, у нее не будет желания учиться, она не будет хотеть этого, либо она будет знать, у нее много знаний, может быть, вот опыт прошлых жизней, это тоже знание, пятерка, это то, чему она учится в этой жизни, и ей нужно делиться с людьми этим опытом, и это в этом ее таланты раскрываться будут, через вот это вот, учить людей тому, что знаю сама, но в минусе пятерка и девятка не хочет делиться с людьми, у них появляется такой, проявляется часто такой синдром самозванца, а синдром самозванца, это значит, когда она боится быть самозванцем, человеком, который говорит, что я все знаю, а на самом деле, типа я знаю мало, она будет говорить, что я сама мало знаю, мне нечем с ними делиться, ничему я не могу других учить, я сама ничего не знаю, ей будет все время казаться, что она мало знает, это и девятка такая, и пятерка, не хочет ничего никому рассказывать, или как вариант, может такой, что ей жалко, я это все учила, я этого всего сама добивалась, чего я должна им это все рассказывать, и девятка то же самое, но я знаю, они все равно ничего не поймут, чего я буду им морочить голову с ними, еще кого-то учить, а на самом деле, эти энергии требуют того, чтобы то, что ты знаешь, отдавать людям, эти знания, вот через знания, через вот этот опыт мудрых жизней, будут раскрываться ее таланты, если она это все правильно будет понимать, и применять в жизнь, пятерка ее знания, с помощью того, что она будет все время учиться, учить других, соблюдать закон, порядок, бизнес вести только по закону, только чтобы в налоговой все было правильно, честно и открыто, тогда это пойдет в плюс, и это даст ей карьерный рост, ее бизнес будет расти, расширяться, и будет ее таланты будут только улучшаться, и укрепляться, то, чем она занимается, у нее будет все лучше и лучше, потому что ее мудрость будет, ее знания плюс ее мудрость будут увеличивать ее таланты, раскрывать еще больше, сильная энергия чувствительности раскрывается, спокойствие, уверенности в себе, такая умеренная энергия, терпение, душевности, порядочности, скромности, мудрости, благородства такое, потом любовь к искусству и творчеству, вот в этой энергии, вот это все есть, и оно будет раскрываться, если она будет вот выполнять в плюсе вот эти энергии проживать, знания свои и опыт, и здесь еще важна для нее семья, семья, которая у нее есть, должна быть по закону, оформлена все как положено, то есть расписались, никакой не гражданский брак, это любит пятерка, в минусе она может не хотеть семью вообще, или жить вот гражданским браком, или еще что угодно, чтобы было не так, как надо по закону, или как по правилам, или что-то в этом роде, то есть это будет желание вот все нарушать, все делать наоборот, все делать плохо, потому что это карма, она будет собирать людей вокруг нее, и собирать так события, чтобы у нее было такое искушение, она будет искушать, ее будут подговаривать, ее будут соблазнять, поступить глупо, сделать неправильно, отказаться от своих талантов, не развивать их, то есть вот такие будут вот тут соблазны, и это нужно знать, да, здесь вот как, чтобы бизнес шел хорошо, обязательно важно, чтобы было ей комфортно, опять же, она должна быть бизнес-леди, или большой начальник у себя на работе уже, добиваться к 40 годам, она должна уже иметь какую-то вот власть, авторитет,